здравствуйте дорогие зрители усаживайтесь поудобнее и послушайте что мы вам сегодня расскажем а рассказать нам есть чего событий много ну и события все будут достаточно такими радостными ну начнем родилась дочь у натальи стрейгнар это ее второй ребенок первому сыну по имени жак три года и вот теперь значит девочка мама счастлива папа счастлив ну и ребенка назвали как всегда оригинальный ну это уже зависит от того на каком языке читать значит или гия или джия или хия ну что мы можем сказать по этому поводу грустно когда у родителей богатое воображение вот когда в принципе хочется чем-то этакое для ребенка придумать а непонятно как потом этому ребенку с таким именем жить родился третий ребенок у мишель вьет это сын которого назвали крестьян на этот раз фантазию родителей не хватило ни на что потому что назвали ребенка в честь отца крестьяна апарисио ну вот и славно трам-пам-пам зато никаких проблем потом мама зовет там допустим ребенка там допустим ной там или там что-нибудь такое типа а то у альпа да а тут простенько крис иди домой вот или уж отморозишь домой не приходи но предыстория правда у всего этого мы имеем ввиду мишель вьет была совершенно увлекательнейшая ну не сказать что новелла но в общем такой неплохой романчик так вот после развода с мужем леонардо аумпрудия который проигрывал все семейные деньги и которого даже пришлось поместить в спецклинику мишель завела роман с тореро она забеременела потеряла ребенка и обвинила крестьяна не то в измене не то в побои в общем там была довольно некрасивая история бросила она мужика а потом выяснилось что она опять беременна ну вот вот вам результат здоровый красивый ребенок все очень здорово родила близнецов биби гаэтан супруга эдуарда капитильна пара стала родителями в четвертый раз мальчики родились даниэль эмануэль то есть уже пятеро детей да так вот придется лала что-то делать с характером который у него еще тот славится он своим замечательным характером пятеро детей ведь это очень серьезно их кормить надо там не до капризов будешь на съемочной площадке вести себя просто как зайка все 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 делать со всем со всем соглашаться коллег любить по работе режиссера любить продюсера просто обожать ну вот а теперь у нас романы ну сначала у нас давид безбаль отличился он подтвердил роман с аргентинской моделью чиной суарес сана сама модель тоже сказала что она очень люблю на и абсолютно счастлива ну интересно надолго ли давида хватит потому что совсем недавно примерно такие же тексты мы слышали от зулей кири веры все очень тоже было здорово красиво и она тоже у нас бывшая модели мисс мира и все такое прочее но в общем где-то месяц у них эти отношения продолжались потом усе будем посмотреть маурисия очман по слухам тоже завел себе новый роман вы скажите а как же бегунья нарвайс с которым встречался три года они как прекратил он с ней отношения три года встречались там даже ссорились было дело потом опять воссоединились была такая пламенная встреча с поцелуями двумя объятиями всеми всеми делами ну вот а теперь все прошла любовь завяли помидоры встречаться он начал с актрисой айслин дербес они снимались в одном фильме под названием а ламара вот до снимались короче говоря а ведь еще 30 мая маурисио и бегунья тихо мирно гуляли с собаками и даже нарвались на полицию но не подумайте ничего плохого дело в том что бегунья вздумала бросить мячик фонтан чтобы собака этот мячик поймала и ее примеру последовали другие собачники ну а что ей можно а им нельзя что ли ну вот веселье было в самом разгаре когда прибыл наряд полиции который объяснил хозяевам песиков что нельзя что фонтан у нас для людей а для собак у нас совершенно в других местах есть все удобства и нечего тут всякой фигней заниматься ну так вот что касается айслин и маурисио то говорят что нет папарацци скрываются очень очень держится так сказать застенчиво все в секрете но иногда люди которые поставили свои задачи таких найти они видят причем довольно каких знаете ли как бы там сказать так в общем достаточно близко не держится а дальше уже додумайте сами все совершенно замечательно у сара мальдонада она встречается два года с алехандро гутереса но замуж за него не хочет почему а потому что она говорит не то что не хочу замуж выходить просто разводиться потом не хочется это отвратительно развод это такая гадость вообще интересное интересное вообще у девушки такая вообще позиция жизненная она еще замуж не вышла уже думаю что разводиться это плохо ну да развод с билли розмаром на нее такое влияние оказал что она до сих пор с отвращением об этой процедуре думает соня смит и рикардо чавес тоже наслаждаются жизнью ездит по заграницам путешествует вот в испании недавно были словом все настолько хорошо что рикардо даже написал книгу на радостях его всегда очень волновали духовные проблемы он в общем всегда очень интересовался психологии вот он решил поделиться своим опытом а опыт у него мощный он у нас отец-одиночка у него трое детей и вот он поделился этим опытом как он детей этих воспитывал описал все трудности которые перед ним стояли как он эти трудности преодолевал ну вот а теперь он говорит что соня это в общем подарок подарок божий просто подарок с небес еще можно сказать она очень хорошо ладится его детьми проблем никаких нет у них теперь очень большая настоящая семья и они в общем даже лишь как бы решили не расставаться дело в том что недавно соня сказала что она как бы прекращается на волну потому что хочет посвятить себе семье посмотрим как она будет но тем не менее у них теперь настоящая большая семья с детьми все как надо все как полагается но возможно именно это сони и не хватало в предыдущем браке с габриэлем поросом возможно теперь у нее в общем действительно будет полная такая насыщенная жизнь пожелаем ей счастья мы за не очень рада на самом деле очень симпатичная женщина прекрасная актриса вот на сегодня все подписывайтесь на наш канал до свидания а да кстати следующий программе который будет совсем через очень короткое время у нас будут сплошные скандалы приготовьтесь мало не покажется это точно абсолютно до свидания